добрый день я медведев евгений и александр в лице установки компания red power мы сейчас постараемся сделать видео обзор полезный и качественный о том как поставить головное устройство red power автомобиль ford kuga конечно я в таком уже в полудоделанном состоянии застал ситуацию но не обращайте внимание мы вернули штатные детали на место но их конечно не ставили сейчас александр подробно расскажет что как снимать и подключать скажу сразу что установка в эту машину самостоятельно не рекомендуется потому что довольно таки сложно и сейчас вы поймете это почему прочувствуйте весь процесс как говорится в деталях лучше обращаться к профессионалам и это видео наверное больше даже для них но тем не менее мы будем снимать этот ролик и так александр начинай давайте начнем что первое давайте инструментов которые понадобятся во первых лопатка любая аккуратно для того чтобы ничего не покоцать не поцарапать для съема пластика головка на 7 понадобится для снятия самого привода вот такой вот шестиграничек этот более длинный этот более короткий чтобы возле лобового стекла откручиваете саморезы короткий значит первым делом снимается вот здесь вот резиновый ковричек который здесь стоит сейчас он снят и под ним у нас два самореза шестиграники до шестиграники выкручиваются далее вот верхний козырек ты его сейчас сниму он не защелку он щелкивается полностью крепление вот на таких защелках тянется очень тяжело сразу же говорю тянуть надо сильно подцеплять за пластик опасно лучше просто руками если эта консоль снимается первый раз на этом автомобиле вот здесь вот видите уже до меня снимали здесь вот срезана срезан фиксатор в первом случае он идет внутрь пластика и как бабочка внутри раскрывается то снять его невозможно его только спиливать то есть имейте ввиду не надо там вот крутить пластик как некоторые вот так крутит влево-вправо после чего появляются царапины на торпеде сразу же берете кусачки или там что-то срезать и срезаете эту часть чтобы нормально с ним убираем так с этим все понятно это сняли дальше у нас дисплей крепится вот здесь вот двумя саморезами даже при увели при увеличу за показано вот дисплей вот здесь два отверстия вот она так вот стоял и крепился вот этой рамки двумя саморезами то есть мы его снимаем сдергиваем разъем дисплея убираем убираем и нам больше вообще не понадобится так далее чтобы снять вот эту консоль два самореза мы уже открутили у нас один саморез остается вот здесь вот некоторые не видят начинают тянуть вот здесь вот один саморез выкручиваем вот он у нас и снимаем целиком тоже его убираем да дальше 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 для того чтобы нам удобнее протягивать сюда все провода если есть в комплектации динамик центральный то мы его откручиваем и ставим так аккуратно рядышком чтобы у нас был доступ к проводам далее откручиваем два самореза на крепление все вот этой вот консоли крепится двумя саморезами после чего здесь вот как видите вот такие фиксаторы идут которые вот сюда одеваются после чего их отщелкиваем и аккуратно тянем весь пластик всем весь на защелочках воздуховоды могут остаться внутри но это не страшно их можно потом что и далее вот это вот все снимаем консоль снята после чего после чего снимается сам 9 сейчас уже установлен наш вид пауровский откручивается он двумя болтами на 7 сверху и железяка вытаскивается далее самое сложное это идет по подключению всего этого допустим в нашей комплектации имеется центральный динамик он разумеется по умолчанию работать не будет он находится в колодке которая соединяется по цветам можно посмотреть чтобы быстро найти на колодке эти провода вот два цвета зеленый и серо-желтый зеленый это плюс бери пальчик серый желтый это минус в данном случае мы его подключили зеленый подключается к белому проводу это плюс передний левый канал сера серо-желтый подключается к минусу к серо-черному проводу переднего правого канала минус короче мостом на передний канала. Плюс от одной стороны и минус от другой. Как видите, здесь уже стоит конденсатор, поэтому динамик, он играет нормально, адекватно, то есть без выделения. Скажем так, пробовали без него, играет намного хуже на порядок. Поэтому желательно... Короче, уже сто раз так делали, как говорится, проверено. Далее, как вы видите, вот эта вот косичка, которая втыкается в монитор. Так, где нам тут ее соединить? Вот разъем монитора у нас был. Вот эта вот косичка по умолчанию идет на нижней косе, очень короткая, вот с таким отростком. Разумеется, этот отросток он до сюда никак не дотянется. Поэтому для удобства я всегда наращиваю в длину вот этих вот проводов, которые идут в комплекте для дисплея, шлейф, который идет с нижнего устройства до верхнего. На эту же длину его наращиваю и протягиваю сюда, чтобы все это грамотно соединить и все влезло. Ничего не начало. Саша, а дырку для протяжки пластика ты выпиливал или она была? Нет, дырка там штатная. Сразу же говорю, протягивается, для протягивания нужно полностью снять бардачок. А как он снимается? Бардачок снимается раз саморез, два саморез, три саморез, когда бардачок откроете, вы видите. И внизу два самореза крепления нижней части. После чего он на вот таких вот фиксаторов он сдергивается полностью, снимается разъем подсветки аккуратненько, причем здесь вот такая челочка, чтобы он целиком не вывалился с лампочкой. И вытаскивается. И отсюда вот уже, вот где мои пальцы, и вниз, мы начинаем все провода протягивать туда, которые нам нужны. Сюда понадобится два USB, ну, по крайней мере, в этой комплектации. Здесь штатный синк с блютузом, поэтому USB в подлокотнике будет работать через модуль блютузный. Далее, GPS-антенну протягиваем, так как у нас комплектация с обогревом лобового стекла. Да, очень важный момент. Антенну фиксируем вот сюда вот, под стойку, можно правую, можно левую, кому как удобно. Саш, скажи, почему вот здесь нельзя антенну будет ставить? Потому что здесь обогрев везде. Конечно, она здесь работает, но может быть нестабильно. Все-таки рекомендуем ставить сюда, потому что обогрев вот в этом месте заканчивается. Здесь есть кусочек просто стекла, не экранированного, для стабильной работы GPS. Протягиваем провод, разумеется, внутри и сюда к дисплею. И далее, сразу же говорю, вот здесь вот все провода после соединений нужно аккуратно укладывать. Вот видите, вот здесь вот даже вот коса у меня торчит. Все под нижний пластик, чтобы вот эта часть новая со всеми проводами, со всем пучком въехала в это место, скажем так, натянуть. И при установке, при монтаже и закручивании все провода подтягиваются из-под бардачка, чтобы все поместилось и ничего не торчало. Ну, а собирается уже, в принципе, все в обратном порядке, аккуратненько. После, вначале накидывается консоль, ставится полностью. Давайте сразу ее накинем и проверим. Потом подкинем дисплей, проверим, чтобы у нас диск ровно заезжал, выезжал. Да, это нужно проверить, а то потом, когда вы соберете, уже будет поздно. Поэтому перед полным монтажом проверяйте вход и выход диска DVD, если он предусмотрен в данной комплектации автомагнитолы. Что ты сейчас делаешь, Саша? Сейчас я нахожу консоль. Нижняя. Чтобы не защелкнуть, подкинуть верхний дисплей, чтобы прожить. Я так понимаю, что касается установки, у тебя уже все, да? Только с самого головного устройства. Да. Еще весь пластик, все защелки переставлять, как бы тоже это не очень быстро. Мне очень машина понравилась, точнее, подход клиента. Посмотрите, какая отделка везде. У тебя там все кожи, такие же сидения, как в люксовой машине. Очень приятно сидеть. И будет установка передней камеры, парктроников, задней камеры. Задней камеры. То есть полный фарш. Да, Саша? Да. Так, ну вот, эту часть мы накинули. Можно подкинуть верхний дисплей, чтобы у нас включился монтаж для проверки. Сейчас нам достаточно воткнуть два разъема белых, которые отвечают за питание дисплея. Пока вот так вот. Вот дисплей, кстати, будет крепиться у нас вот сюда. Как видите, два крепления под него подходящие. То есть вот так вот будет стоять. Так, ну, первый запуск. Я с подготовкой. Да, система зашлила, значит, Александр не допустил ошибки. Консоль прошита правильно. Проверяйте правильно всех кнопок. Может быть, надо в некоторых случаях поменять настройки. Если у вас что-то неправильно работает на консоли, потому что у них несколько типов консолей разных. Да, вот за эту часть отвечает МЦУ прошибка. Так, ну, что у нас тут? Так, кратенько проверим. Это диск хотел проверить. Да, один, два. Ну, я просто проверил. Правильность этих, значит, все в порядке. Радиобокси ловит. Радиоэрмитаж, достаточно нестабильная станция. В плане приема. Так, ну, начинаем проверять диск. У нас диск заехал. Ну, тут, на самом деле, уже по видео видно, да, что у нас ровно сеточка стоит самого привода. То есть, в принципе, скорее всего, здесь все нормально будет. Ну, сейчас проверим, чтобы он выезжал. Нажимай. Выход. Статная кнопочка диска. Вот. Видите, у нас диск уперся в верхнюю каемку. Это значит, надо будет опускать DVD-привод ниже и что-нибудь подкладывать под болты. Шайбы. Да, чтобы DVD был чуть ниже и диск не мешался в верхней каемке. То есть, вот. То есть, возможно, вот, да, делать такую важную проверку. Поэтому сейчас будем это устранять. Ну, а все остальное по пластику переставляются защелки. Все вот эти. Все крепится на штатные места. одевается новый козырек. Новый козырек из комплекта. Да, все в комплекте. В комплекте вот эта часть, которая посередине крепится, и новый целиковый козырек. Александр, что у тебя за камера здесь лежит? А здесь еще будет установлен видеорегистратор, как он там называется, Carcam Duo с двумя камерами, с передней и задней. Передняя камера будет установлена вот сюда, на лобовое. Задняя камера. Слушай, а ты когда всю работу закончишь, чтобы, я думаю, что надо их вторую часть? Завтра. Все работы на целый день, да? Да, на полтора дня. Ну, потом можем показать все установленное. Да не, надо. Тут только душа так вложена в автомобиль, очень хочется рассказать другим пользователям. С климата продолжается все. Может быть, кто-то тоже так же захочет прокачать свою Ford Kuga. Конечно, по сравнению с Ford Kuga 1, Ford Kuga 2... Это уже космические автомобили. Ну, не, реально лучше. Дизайн такой покрасивший, да. Ну, все. Все, пока все. Спасибо за просмотр. Если видео было полезно в новом форм-факторе, то поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, подпишитесь на наш канал. Установка в Санкт-Петербурге по телефону... 8906-253-5377. Зовут меня Александр. Саня, вот здесь ты ошибся. Звук надо было убавить. Повтори свой телефон, пожалуйста. 8906-253-5377. Да, я хочу сразу сказать, вот у нас на сайте выкладываем список дилеров, кому бы мы советовали, рекомендовали обращаться. Что это такое? То есть, допустим, вот сейчас клиент приезжал недовольный, у него магнитол на доработку, снять, поставить, снять 3000 и поставить 3000. Снять 3000 и опять 3000 поставить. Прикинь. И он приезжает уже действительно злой. Поэтому вы перед установкой, пожалуйста, обговаривайте условия с установочным центром. Наши установочные центры, которые предлагают нашу продукцию, работают по, так сказать, как их назвать там? По-договору. Ну, по-человечески. То есть, мы подгоняем вам клиента, вы ставите наш продукт, вы поставили, ну, если какой-то гарантийный случай возник или так далее, ну, все это должно бесплатно демонтироваться и монтироваться назад. Потому что, ну, вы уже заработали свои деньги. Ну, можно и так сказать. В общем, в течение гарантийного периода все должно быть бесплатно. Вот конкретно, что у нашей компании, мы за этим четко, я вот стараюсь за этим четко следить, чтобы клиент не страдал. Ну, собственно, на этом все. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова